А сейчас можно видеть и в дуэс-доргоне Вот там правда кусочек Ну вот полностью чистили Рыбу запускали, а не снизили А как же вода такая, энергетическая Я уже хотела опять в отпуске Раньше губались, когда озера не было Стойте на берегу, схватывайте Ну что, мы туда идем? Ну пойдемте, да Озеро довольно-таки большое Разводят рыбу Купаться запрещено Сегодня озеро переполнено Вот и вы даже в воде стоят Место, конечно, очень красивое Очень красивое Вот он, грот Чаир-Каба И водопад Мердвен-Тугу Такой вход в грот Конечно, красиво здесь Окружающая природа очень впечатляет Да, какая первозданная Дикая красота Со всех сторон капает Действительно, такая своеобразный грот Над которым вода Полным ходом работает вода Водопад там дальше Но здесь также прокапывает Просачивается И все это дело в брызгах В каплях Красиво, очень красиво Такая здесь игра теней И сквозняк Плюс ко всему Здесь Такой хороший сквозняк тянет Наша группа там На выходе Здесь очень даже прохладно Я скажу так Такие вот крючьями Прямо стекает Вот такая вот красота Вот так вот 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 Я говорю Да, пожалуй, водой переполнен грот. Он залит водой, и сам водопад я изнутри, из грота не смогу показать, поскольку уровень воды достаточно высокий на сегодняшний день, и пройти туда до конца грота у меня просто не получится. Куча-то решили хоть ноги намочить, не искупнуться, но хоть ноги намочить. Все верно. Такая вот красота, конечно. Жаль, что нельзя пройти и показать водопад, как это выглядит изнутри, из грота, как падает вода. Вот так это все выглядит. Но водопад чуть дальше. И скалы, вековые скалы, нависают над головой. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот получилось, что больше внимания, конечно, я уделил самому гроту, медвенцебю, вот, а водопад, водопад недоступен на сегодняшний день для меня, поскольку тут все залито, дальше, дальше все, все в воде. Ну вот в общих чертах так и выглядит этот водопад с гротом. Конечно, у нас солнце, красотища, вот, а в тенечке очень даже холодно. Вот, это село родное, то есть есть такие места, которые еще не настолько посещаемы туристам, но здесь как бы разрастается, вот уже облагораживается территория. Скалой, вот этой скалой, вот точно, грот, в нем точно был какой-то храм. Вечеру погода окончательно наладилась и вот возвращались домой, мы уже по солнцу, по-замечательному, только, правда, до перевала Ласпи. Дальше пошел туман, облачность и опять погода пошла на нет. Спасибо. И вот завтра мы опять-таки планируем ехать в эти же края, монастырь Челтер Мармара.